ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажем, как бабушка зарабатывала на жизнь родных и почему этому были не рады соседи. Я заработал, а есть помой, как на металле. Сын был на машину. Скачавшуюся пенсионерку еле нашли в груди мусора. И приговор нападавшим на полицейских. Он просто не в то время, не в том месте, пожалуйста. Вердикт суда. Это и не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один человек убит, второй с ножевыми ранениями госпитализирован. Такой итог кровавой бойни, произошедшей минувшей ночью в подъезде жилого дома на улице Чуйкова между тремя соседями. Разговор нетрезвых мужчин перерос в конфликт, во время которого один из них выхватил нож. Арат Назипов с места преступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С места происшествия медики госпитализировали мужчину, получившего колото-резаные ранения. Второй 35-летний мужчина в результате трех ножевых ранений скончался на месте еще до приезда врачей. Тело погибшего лежало на шестом этаже жилого дома. Крови была залита вся лестничная клетка с пятого по седьмой этаж. По предварительной версии конфликт произошел на пятом этаже. Один из пострадавших попытался добежать до своей квартиры на седьмом этаже. Кровавый след заканчивается здесь. По одной из версий, трое мужчин-соседи распивали в подъезде спиртные напитки. Позже между ними вспыхнула ссора, и один из мужчин схватился за нож. Соседи, услышав крики борьбы, обратились за помощью в экстренные службы. К моменту их прибытия, подозреваемый поднялся к себе в квартиру и пытался постирать запачканную кровью одежду. Но полностью избавиться от улик у 34-летнего мужчины не получилось. Задержанного посадили в патрульный автомобиль, где до него пытались добраться, предположительно, родственники погибшего. Слухи, убери, б***ь! Все уйдите, б***ь! Пока одни стражи порядка опрашивали соседей и родственников участников конфликта, другие искали орудие убийства. Нож очень скоро нашли под окнами дома. Скорее всего, его выбросили из окна. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства и покушение на убийство двух или более лиц. Раненый мужчина сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Задержанный от дачи показаний отказался. Как оказалось, он уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Айрат Назипов, Константин Буршуев, Вызов 112. Улицу Сибгата Хакима сегодня днем заволокло черным дымом. Виден он был со всего города. Обеспокоенные жители сообщили об этом на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты увидели, что на первом этаже строящегося семиэтажного здания горел пенопласт, который использовали в качестве утеплителя. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Через 12 минут после вызова пожарные полностью справились с огнем. В результате возгорания никто не пострадал. Тело 70-летней женщины было обнаружено в заваленной мусором квартире в Дербышках. Жуткий запах в подъезде, исходившей из квартиры пенсионерки, вынудил соседей позвонить ее родственникам. Вспомнив, что женщина не выходила на связь на протяжении трех дней, они забили тревогу. Дочь вызвала спасателей, чтобы взломать дверь. Но вскрыв замки, зайти внутрь они не смогли. Все с пола до потолка было завалено мусором. Забираться в квартиру пришлось с помощью пожарной лестницы через окно. Нафиса Минязова продолжит. Она уходила в воскресенье, то есть она картон как всегда сдала, то есть как бы нормально бегала, все. Марьяна Шаяхметова, внучка скончавшейся, говорит, что когда видела бабушку в последний раз, она была в приподнятом настроении, хоть порой и жаловалась на здоровье. Ты себя пожалей, говорю, давай, мы тебя к себе заберем. Нет уж, как я Таню оставлю, я говорю, ну вот, пожалуйста. Она все это делала как раз за твоей мамой? Да, она для нас, все для нас, все для нас, таскала все для нас, все для нас. Что-то вроде тетя сказала моя, что кровоизлияние, мозг вроде как бы. Ну у нее сахарный диабет же был. Она как-то были такие моменты, что как бы сознание теряла, плохо говорю, голова болит, голова болит. Дочь пенсионерки приехала к ней домой после звонка соседей, рассказов о жутком запахе, исходящем из квартиры. Дверь ей никто не открыл, и пришлось вызвать спасателей, чтобы выломать замки. Когда спасатели вскрыли дверь, они обнаружили, что войти в квартиру традиционным способом они просто не могут, поскольку она была завалена мусором. Тогда они вызвали автолестницу и решили пробраться уже через балкон. И там в разборе всего этого хлама они обнаружили тело 70-летней женщины. Ее при помощи автолестницы спустили вниз. Так-то она у себя была уже синий-фиолетово-красная какая-то, рука у нее вообще уже черная была. Но она, получается, уже долго же там лежала. Соседи рассказали о своеобразных странностях женщины, о том, какими методами она пыталась заработать, чтобы прокормить свою дочь и зятя. Они говорят, любители выпить. Ей еще один мужчина сказал, я, говорит, заработал на этих помойках, на металле. Слыл, говорит, на машину. Вот видите как. По рассказам старшей по дому, мусор в квартиру женщина таскала уже более 15 лет. Что принимали как второсырье, сдавала. Остальное оставляла в квартире и ни разу не выкидывала. До этого она работала на витнамском рынке. И, видимо, ей понравилось там оттуда все привозить. С этих, со свалок. Оттуда ее уволили. И потом она здесь стала с помоек все собирать. И так она натаскала целую квартиру. Ну, утромная помойка. Там все вместе. И фрукты, и овощи, и одежда, и все. Вонь была страшная. Хотя соседи с ней ругались постоянно. И довесею говорили. Но это же бесполезно. Она повернется и уйдет. Сейчас родственники намерены очистить квартиру от хлама. Сколько времени им понадобится на то, чтобы вынести годами накопленный мусор, даже не представляют. Нафисами не озвазаться Мигулин. Вызов 112. Троих молодых людей задержали полицейские по подозрению в сбытие поддельных денежных купюр. Оперативники управления экономической безопасности выяснили. Покупали фальшивки они в интернете, а затем сбывали в Казани, Зеленодольске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде. А наградного о тонкостях сбыток, кто нес убытки и как не стать жертвой фальшивомонетчиков. Бардачок, открывайся, держи мы бардачка на стул. Чуть раньше камера наблюдения зафиксировала одного из подозреваемых, что-то покупающего в магазине. Расплачивается пятитысячной купюрой. Продавец ее посмотрел и со всех сторон, и на просвет, и даже потрогал рельефные надписи. Но ничего подозрительного не увидела. Отсчитала сдачу уже настоящими деньгами и отдала мужчине вместе с покупкой. Подделка выявилась позже. Также полицейские выяснили, что один из подозреваемых осуществлял закупку поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей через сеть интернет. Купюру сбывали на территории города Казани, Зеленодольск, Чебоксар и Нижнего Новгорода. Покажи, что там. В общей сложности, как установили оперативники, от сбыта поддельных купюр подозреваемые получили больше 140 тысяч рублей. При обыске у них изъяли продукты и товары, приобретенные при сбыте фальшивок, сдачу, которую им сдавали, ноутбуки, мобильные телефоны, с которых и заказывали поддельные купюры. Сверху у нас поддельный денежный билет, внизу поддельный денежный билет. Чаще всего, говорят полицейские, подделывают пятитысячные купюры. Доход от их реализации больше, качество лучше. Встречаются поддельные две тысячи и даже тысячные купюры. Не должно быть расслоения бумажной массы на две части, вот как здесь. Смотрим на красящее вещество. Оно не должно осыпаться в местах сгибов, не должно быть расплывов красителя от воздействия влаги. Герб города Хабаровска. При наклоне денежного билета у нас цвет должен меняться малинового на зеленый. Но вручную определить подделку возможно не всегда. На помощь приходят детекторы. Ультрафиолетовых лучах как себя ведут. Поддельный, поддельный. Еще один поддельный денежный билет. В этом денежном билете имеется имитация ультрафиолетовой защиты. ИК-защита, часть изображения у нас пропадает. Вот, в поддельном билете смотрим. Как видите, что-то осталось, что-то исчезло. Есть такие денежные билеты, где под воздействием ИК-лучей все исчезает. Чтобы затруднить выявление фальшивки, сбывают их, как правило, по ночам, в барах или магазинах, либо находя недорогие вещи на сервисах бесплатных объявлений. Встречаться предпочитают также вечером. Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытайтесь ее расплатиться или передать ее кому-то еще. Отнесите фальшивку в полицию. Настоящую купюру вместо подделки в полиции не дадут. Это цена невнимательности. Зато исключат возможность надолго оказаться в местах лишения свободы. За изготовление и сбыт поддельных денег закон предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Анна Городнова, Вызов 112. Советский суд Казани сегодня признал виновными четверых мужчин, навиняемых в нападении на полицейских. Напомним, стражи порядка вызвали жителей одного из домов по улице Чичмяле. Нетрезвая компания мешала им спать, но успокаиваться при виде сотрудников правоохранительных органов молодые люди не торопились и полицейским пришлось открыть огонь. Олега Городинова о вердикте суда. Всех родственников и друзей подсудимых в зал вместить был не в силах. Многие остались ждать в коридоре. Эта история чуть меньше года назад всколыхнула весь город. Ночь с 24 на 25 июля минувшего года. Громкая нетрезвая компания сильно мешала спать жителям дома номер 9 на улице Чичмяле. На замечания не реагировали, пришлось вызвать полицию. Но вид стражей порядка не успокоил дебоширов. Наоборот, мужчины стали толкать полицейских. Их не усмирили даже предупредительные выстрелы. Огонь был открыт на поражение. Двое из нападавших были ранены в ногу и доставлены в полицию после оказания помощи. Вину в насилии в отношении представителей власти не признали. Приехал в саду. Вы начали бить вас. Вы просто без объяснения начали вас бить. Если честно, я не понял. Сказать последнее перед приговором слово подсудимые смогли в минувшую пятницу. Каждый из них признал себя виновным. Когда человек находится на свободном, оказывается, не знает, что такое это великие богатства. Я вину в свою признаю. Виновными их признал и суд. Но родственники в нападении на полицейских не верят, несмотря на видеосъемки той потасовки. В итоге суд приговорил обвиняемых к срокам от двух до двух с половиной лет в колонии поселения. К слову, прокурор запрашивал для них до восьми лет лишения свободы. А трое сужденных должны еще будут выплатить штраф в размере 260 тысяч рублей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.